Украл деньги со счета. В полицию поступило заявление от 40-летнего горожанина. Он утверждал, что потерял свою банковскую карту и не помнит где, ведь несколько дней был в запое. Вора удалось быстро вычислить. Им оказался ранее судимый 35-летний Улан-Удениц. За что задержаны сотрудниками полиции? За незаконное приобретение двух банковских карт. Что совершили с этими банковскими картами? Возбуждено уголовное дело. По статье кража ведется следствие. 25-летний житель Трабогатайского района Бурятии признан виновным в мошенничестве. Он обманом выманил у 8 человек свыше 160 тысяч рублей. Выяснилось, что мужчина продавал несуществующие автомобили через интернет. В суде установлено, что молодой человек с июня по ноябрь прошлого года размещал фиктивные объявления о продаже автомобилей в различных марок в социальной сети ВКонтакте, на сайтах авито и дрон.ру. В ходе телефонных разговоров с потенциальными покупателями он сообщал о доставке автомобилей в случае внесения ими предоплаты, не имея при этом намерений исполнять данные обязательства. После того, как люди вносили предоплату, мужчина пропадал. В итоге горе-продавец получил условный срок в 4 года. К дорожной сводке. Наезд на пешехода. Сегодня на улице Мокрово на пешеходном переходе водитель Тойоты сбил подростка. В результате ДТП 14-летний мальчик с травмами был госпитализирован в больницу. Причиной аварии могло стать то, что на участке дороги идет ремонт. Зебру еще не успели нанести на полотно. Устроил покатушки по тротуарам. Нетрезвый водитель Митсубиши заставил горожан позвонить в полицию. Нарушители автоинспекторы заметили на улице Ключевской. К тому моменту он уже попал в ДТП и разбил свой автомобиль. Так просто сдаваться мужчина не собирался. Он пытался вырваться и убежать. Но ничего не вышло. Оказалось, машина была чужой, но о ее угоне никто не сообщал. Ася Касьянова, Бату Гармын, Новости дня. Продолжение следует...